Ура! Это обзор на J29A! Ну что, поехали! Здравствуйте, друзья, мои дорогие! Ну что, можно про него сказать, пока нам ищут катку? Значит, у него подвесов никаких, из пушек только 4 двадцатки, но достаточно они неплохие. 720 патронов решает вопрос практически с любым. Хватит этих патронов, ну не знаю, на 3 и более противника, в зависимости кто как стреляет, кто как экономит. Я просто был обязан сказать про то, что иногда ждешь по полторы минуты, вот вам первый бой и ждал полторы минуты. Ну Испания, хорошо, далеко лететь не надо. Ну что, наконец-то первый бой, погнали! Что касается топлива, беру я 20 минут, мне хватает. Если брать минималку, ну это путь в один конец. Немного скажу про курсовые. Если берете воздушную цель, то убиваешь хорошо истребители. Но есть проблемы с бобрами. Ну и наоборот, если берешь наземную цель, хорошо бобро бьешь, но чуть хуже по истребителе. Поэтому я обычно выбираю именно наземные цели. Но тут уже каждому на вкус и цвет. Кстати, добавлю, самолет не самый быстрый, разгоняется, поэтому пролетаем на поединок последними. Одни он высоко, находятся враги, за вторыми уже гоняются, третьих убивают. В общем, пока не везет. Будем искать, будем искать. Нашел я первый фражик, вот он. Сейчас мы его приготовим. Заходим на него красиво. Немножко постреляем, но мимо. Жалко, могли попасть. Ну да ладно, давно не играл на нем. Блин, у нас конкурент, надо стрелять мимо. Ну походу все, да. Да, украл, украл у нас. Ну ладно, ищем еще. Нашел я одного врага, тоже американец. Сейчас мы его приготовим, надеюсь. Но он юркий, так что не факт. Еще и попасть надо, да. А мне выше этот прицел поднять? Ну не получается, не получается. Ничего, ничего, сейчас мы сможем. Даже газ убрал. А воздушный тормоз я нажал. По-моему, уже поздно. Да, уже поздно. Надо газу давать. Уходим, уходим, уходим. Че я вверх ушел, не знаю. Вам пример будет, как не надо играть на нем. На шесть посадил и все, он труп. Блин, красиво его убили. Жалко, что поздно. В общем, имейте ввиду. На хвост посадили себе и считай все. Самолет не маневренный. Кстати, в бою не заметил, но в повторе я увидел, что в него влетел свой. Я был в шоке. Да, бывает и такое. Вы не поверите, снова Испания, второй бой. А-2-Д-1. Я, наверное, на него сейчас налечу. Посмотрим, что мы с него сделаем. Хотя, подожди. А там ножницы, да, образовываются. Ну, короче, ему каранчун. Видимо, будем сейчас искать нового противника. Да, ладно, полетели. Далеко лететь не пришлось. Нашли Ф-84. Сейчас мы его, конечно, догоним, наверное. Скажу немножко про скорость этого самолета. Разогнаться до 1000, конечно, можно, но очень долго. Теряет намного быстрее эту скорость. Поэтому даже не знаю. Он не самый маневренный. Далеко не самый маневренный. Да и недалеко самый быстрый. На 6 садить не рекомендую никого. Догнать Ф-84 не получилось. Но он нас навел на А2-Д1. Правда, я в него не попал. Ну, да ладно, ладно. Ф-84-Би все-таки скорость потерял. Тоже делал маневр только на нашего союзника. Поэтому мы сейчас постреляем. Глядишь, что-нибудь, да, и попадет. О, хрустнуло. Хорошо. Теперь он от нас не уйдет. Наверное. Я еще не приловчился. Все-таки второй бой на этом самолете. Ой, плохо. Уходим. Уходим. Не смотрим назад. Может, так лучше будет. Так, у нас есть лобовая. Неплохо прошла лобовая. А что тот сзади? Сзади никого. А ему сейчас каранчун будет. Убили. Убили. Хорошо. Ассист имеется. Так, Ф-84. Сейчас мы его тоже приговорим. Лобовая. Опа, ушли. Блин. Пингануло, видимо. Показала смерть потом. Ну, да ладно. Первый бой плохой. Второй 2 кила. Один ассист. Уже получше. Третий бой. Не поверите. Опять Испания. Тот же рез. Не, ну, в принципе, для него это хорошо. Поскольку он взлетает последний. Разгоняет скорость свою последней. И летит последний. То, в принципе, для него неплохо Испания. Она короткая карта. Да, до врага недалеко. Поэтому для него хорошо. Нам повезло, считай. Итак, нашел первого врага. Сверху тоже есть враги. Но они вроде нас не интересуют. Лобовая пошла. Попасть бы не попал. Из-за тучи. Хорошая погода. Найс. Ладно, летим вверх. Нашли. Ф-84. Сейчас, возможно, убьем. А может быть, наш союзник убьет. Да, наверное, союзник его уже все-таки приготовил. Поэтому оставим его уже ему. У нас есть мешка еще, как вариант. Да, сейчас попробуем с ней. Даже постреляем. Но дистанция все-таки большая. Не знаю, я на такую дистанцию редко когда попадаю. Прям. Если еще на крыльях как-то есть эти пушки, то да. А так почему-то нет. Так, сзади что-то у меня. 163. Уходим вверх. О, она вроде за нами не пошла. Это хорошо, хороший знак. А нет, слушай, вверх ушла. Идет за нами. Это плохо. Но хотя, с другой стороны, хорошо. За ней он там два кавалера. Видимо, до ангара доведут. Надеюсь, там еще сушка. Ну да, ему все. Он покойник. Во. Убили. Так, так. О, лобовая. Лобовая. А нет, не лобовая. Ну, все-таки его смог. Смог. Первый фраг есть. Хорошо. Нашел еще пару истребителей. Тут как-то ИБФ затесался. Не знаю. Ну, нас интересует другой, да? Так, постреляем немножко. Моя стрельба остает желать лучшего. Да, чуть не дотягивает. Ну, не хватает ему какого-то вот этого дотянуться. Ну, да ладно. Я его убил, да? Мой, мой. Блин, в повторе, если поставлю, будет хорошо, наверное. Красиво пролетел рядом. Да, жалко. Интересно, он мне засчитается или нет? Надеюсь, что мне. А если нет, увы. Увы. БФ, слушайте, еще живой. Ничего себе. Засчитался он не мне. Жалко. И БФа убили. Может, с Хошкой повезет? Догнал я Хошку. Как она классно стреляет. Огонь. Ой, сразу плюс. Дожать бы ее. 156 патронов. Она ходит в маневр. Я даже газ убрал. И воздушный тормоз включил. А толку никакого. Ушла. Ушла. Так, закрылки бой. Может, поможет. Слушай, а может, я ее перекручиваю? А нет, это Мираж. Не перекручиваю. Ой-ой-ой. Походу, уходить надо. Да-да-да. Блин, все-таки дала. Дала подвижку, да? Но ее убили. Хорошо. Это был последний. Что вы, Тохи? Один килл и два ассиста. Ну, тоже неплохо. Правильно? Вы не поверите. Нашел я Мига. И карта снова Испания. Четвертый бой четверых. О, попал. Неплохо. А вот это плохо. Без крыла. Как жить? Походу, никак. Все. Бой закончен для меня. Блин, даже Бэшка убили меня. Ну, я был занят. Я был занят, увы. Некогда было смотреть назад. К сожалению. Подловил, подловил. Ну, что можно сказать? Самолет не самый лучший. Ну, можно на нем все-таки какие-то киллы делать. Два-три килла вполне реально. Лобовые неплохо держит. Как-то виражные бои совсем. Посос. Ну, что ж поделаешь. Такой самолет. Ну, прокачиваться на нем можно, но тяжело. Ребята, очень важная информация. Когда вы в стоке, разгоняйтесь как можно дольше. У меня была ситуация, когда я не разогнался и сразу поднялся в воздух, а потом просто взял и развалился. Тяги не хватило и об дерево зацепился. Чисто я вас предупредил. Имейте в виду. Кому понравился такой вид обзора, напиши, поставь лайк. И тебе за это огромное спасибо. Всем пока. До новых встреч.